Профессиональное хобби. Игроки пинбольного клуба «Реактор» скромно называют себя любителями. Однако их победа на федеральных и мировых соревнованиях говорят об обратном. А начиналось все с малого. Больше 10 лет назад на Варламовской дороге среди двух полуразрушенных зданий семь человек собрались, чтобы поиграть в пинбол. Тогда они еще не догадывались, что эта игра станет для них увлечением всей жизни. Все банально просто начиналось с пострелушек. Собрались в лесу шашлык-башлык, весело-сердито. После понравилось. Загорелся целью создать команду. Назвал эту команду «Реактор Саров». Годы шли, мастерство спортсменов росло и состав команды расширялся. Сейчас в «Реакторе» играют более 20 человек. Свой опыт они охотно передают подрастающему поколению. Здесь занимаются детская и юношеская команды. Эта тактическая игра требует, чтобы спортсмены понимали друг друга с полувзгляда. Поэтому тренируются они долго и часто. Игроки называют клуб второй семьей. Павел Филисов стал ее частью с момента основания клуба 10 лет назад и болеет пинболом по сей день. 10 лет уже тренировки по 2-3 раза в неделю проходят. Без этого никак невозможно достичь таких результатов. Были многократными призерами, победителями международных, общероссийских турниров. Поиграли на Кубках и Чемпионатах мира в Париже, Германии, в Каннах. Достаточно обширная такая автобиография у нас в пинболе. За годы «Реактор» сменил много мест для тренировок. Постоянная оборудованная площадка появилась у клуба только сейчас. В сгоревшем здании «Тира» «Реактор» планирует обустроить три площадки. Основную для пинбольных тренировок. Студию «Крепыш», где малыши от 4 до 8 лет будут изучать азы игры под чутким руководством наставников. И комнату для игры в «Лазертак». Сейчас уже отремонтирована площадка для пинбола. Нам передали город, любезно передал здание «Тира», которое мы отремонтировали за свой счет. Как вы видите, прекрасное помещение. Мы все сделали уютно, хорошо, светло. И здесь идут тренировки ежедневно. Ежедневно по вечерам. Расписание. Младший состав, он три раза в неделю. Взрослые ежедневно приходят. Подрастающее поколение старается не пропустить ни одной тренировки. Александр Брехунов долго не мог выбрать, каким видом спорта заняться. Мама посоветовала пинбол. «Это не просто войнушка, а стратегическое сражение», – рассказал юный спортсмен. «Мне нравится очень этот спорт. Я, к сожалению, еще ни разу не ездила на соревнованиях, хотя я занимаюсь уже полтора года. Ну, не получалось у меня еще съездить ни разу. Но я думаю, что я уже скоро смогу поехать на соревнования». Вот и пересечен десятилетний рубеж. Подведены промежуточные итоги и намечены планы на будущее. В новом году «Реактор» станет основной пинбольной командой госкорпорации «Росатом». Анна Пилипец, Артемий Глазков, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24.